Служебные птицы, которые только одним своим видом пугают чаек и уток, сами волнуются при виде журналистов и объективов. Морской многофункциональный перегрузочный комплекс «Бронко» совместно с циколином клубом «Финист» создали орнитологическую службу. Метод защиты от обычных птиц при помощи ловчих уже давно используется в каждом аэропорту мира. Но для морских терминалов Санкт-Петербурга это уникальная практика. При столкновении с фюзеляжем или попадании в двигатель самолета птица может не только погибнуть, но и нарушить работу воздушного лайнера. Однако, чем необходимо создание орнитологической службы в порту и как она будет работать? Директор соколиного клуба «Финист» специально подчеркивает, что их птицы неловчие, а именно служебные. Кардинальная разница в том, что служебная птица, по крайней мере в нашем понимании, это птица, которая не атакует жертву, реально не атакует. И у нее нет никакого взаимодействия с жертвой. То есть она отпугивает нежелательных птиц и защищает хороших птиц от техногенности объекта просто своим внешним видом. Никакого непосредственного общения, раздирания кого-то, не дай бог, такого нет. Сначала на территории порта Бронко прошла пресс-конференция о необходимости создания орнитологической службы в порту, а позже была продемонстрирована работа службы на операционной территории. На встрече были представители компании «Бронко Групп» и «Порт Бронко», директор соколиного клуба «Финист» Милослава Панфилова и кандидат биологических наук, старший научный сотрудник зоологического института РАН Владимир Храбрый. Большое вам спасибо за интерес проведения к нашему мероприятию. Это особенно приятно. В это тяжелое пандемическое время мы нашли себе возможность приехать к нам и познакомиться с тем, что мы здесь делаем. Ну, два слова скажу о мероприятии, которое я представляю. Значит, мы порт, который специализируется на перевалке контейнерных, на кадрах, генеральных грузов. Орнитологическая служба создана не только для выполнения тендерных заданий, но и для защиты окружающей среды. В ее состав входят специально обученные соколы, ястребы и коршуны. Каждый вид служебной группы носит свой вклад в обеспечение безопасности. Соколы-балабаны, как высотные охотники, отпугивают чаек и других пернаток со стороны причалов. Ястребы-стервятники обходят территорию с хозяином и в нужный момент могут быстро догнать добычу. А черный коршун следит за периметром и не дает птицам не сдаваться на опасной для них территории. Орнитологическая служба справляется с поставленной задачей намного эффективнее, чем отпугивающая техника, вроде выстрелов акустических установок и пропановых пушек, тем самым доказывая, что эту профессию роботизировать будет сложно.